Всем привет, с вами Сёмка Игроман и игрушка под названием The Lone Dark Redux. Как я знаю, как я видел, сначала выходила The Lone Dark просто как тупо режим выживания, типа просто побегать, повыживать, побивать зверей, естественно, чтобы выжить, а не просто построить какое-то укрытие и выживать дальше. Потом выходила, конечно, куча обновлений на всю эту дичь, потом, собственно, вышел The Lone Dark Story Mode, там вышло два, да, два эпизода, и вот либо в конце декабря, либо в начале января должен был выйти третий, но он не вышел, а вышел вот этот редукс, поэтому давайте на него, собственно, посмотрим. Я нажимаю новая игра, просто проверял, тупо как идет заставка и все дела. Отжимаем новая игра. Да, 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 два эпизода, два, два эпизода, ступно, вот этот вот должен был выйти, собственно, должен был выйти. Все, да, эпизод один, не уходи смиренно. После крушения самолета где-то среди канадских лесов Маккензи, это, собственно, главный герой, вот этот, потерял доктора Гринвуд из виду и оказался в водяностях. В борьбе за жизнь Маккензи решает осмотреть городок под названием Милтон, где начинает основать истинные масштабы произошедшего. Хорошо, хорошо, выберите опыт, способный выживший для игры. Так, это, походу, это, походу, уровни сложности, да, о, прикольно сделано. Да, это, походу, уровни сложности. Я тебя понял. Собственно, я выберу способный выживший, потому что это средний уровень сложности. Винтер Мьют, в том виде, в котором это должно быть, история и выживание в равных пропорциях. Особный выживший для игроков с некоторым опытом и тех, кто хочет соблюсти баланс между исследованием мира и выживанием. Заверений слишком много, но они могут вас вызвать. Средний уровень сложности, зато большое количество ресурсов. Все это выбираем, так, и историю называем. Почему история 2? А, ну, точнее, я же все это дело проверял. Хорошечно. Как назовем? Смотрите, я назову вот так вот. Red, типа Redux и App 1. Redux и 501, да, так будет хорошо, думаю. Hinderland представляет. Узка прикольная. Кстати, кстати, спешу напомнить вам. В начале, в самой игре, в самой игре, так, какая-то бобинь. Я не знаю, кто это такая. Просто не знаю. В общем, в начале игры, как только я зашел в игру, там высветилось, типа, то, что The London Dark, это всего лишь игра, и не стоит применять ее на ноги в реальной жизни. Так, это наш главный герой, Маккензи. Бородатый. У меня пока не надо. Поэтому отличаемся от него. Я отличаюсь. В общем, да. Поэтому, если ты пришел на это видео, чтобы свои потянуть навыки выживания, вырубай и иди к настоящим людям, которые это дело знают. Если ты просто пришел сюда посмотреть видео, пожалуйста, смотри. Опять же, я не знаю, что это за люди. Без понятия. Собственно, узнаем в самой игре. Естественно, будем ее проходить. Я не знаю. Так, бобинь я видел. Бабку я видел. Бабку я видел в скриншотах. Собственно, и во всяких разных картинках. Да, она, по-моему, не только в редукции, она еще в стори-моде была. Насколько я знаю. Ох ты ж. Блин. Вот эта девушка, она фигурирует второй раз уже, если не третий в заставке. Она, наверное, будет как-то связана с главным персонажем. Но я не знаю как. Окей. Ясно, понятно. Волк побежал. Что-то, по-моему, волк это один из главных, или даже если не главный, так сказать, зверь, который будет нас кусать, пытаться убить, он может даже будет убивать в этой игре. То есть, я не знаю, насколько он тут главный или нет, он даже в загрузке, он, видите, есть. В чем вы говорите. Ну, волки, конечно, в людей не нападают. Просто так, естественно. Но не будем забывать, опять же, что это всего лишь игра. Не вздумай учиться выживать по этой игре. Не вздумай. Не вздумай тебе говорю. Умрешь, умрешь, или получишь травму. Как там и писали, собственно, в этом, так сказать, предисловии. Такие его делишки. А волк до сих пор бежит. Бежит, а значит, загрузка продолжается. У меня это уже закончилось. Прибежал. Это еще так... Так, это в игре. Ё-моё! Это прям сразу нас кинули сюда, да? Астрид. Давай, начнем, кто такая Астрид сразу же. Так, руку пробило в какой-то... Какую-то железяку, железку. Очень острый обломок. Астрид! Так, окей, это не начало. Или начало? Ну, я не знаю, кто такая Астрид. Да, прям, заинтересово до этого, то бишь, это не начало. Очень весьма странный звуки в этой игре. Джокер. Ага, он самый. Похоже на то. А Джокер Комик, кроме как на Джокера, больше ни на что не похож. Брррр. Похоже, опять играют рекордные заморозки. Надо развести огонь, пока трубы снова не перемерзли. Не промерзли. Вас помер... Кто? Это у меня единственная такая ошибка в слове. Вы замерзли, разведите огонь. Актуральные цели можно увидеть в круговом меню. журнале не расписаны подробнее же это журнал до жена текущей целью чтобы открыть круговое меню нажмите удерживайте space извиняюсь так цель цели что я знаю здание люди знания места здания действия предмет или предметы коллекционирования не найдены что-то еще окей вы замерзли развитие огонь маккенди в ангаре возду а тут нет ошибки воздушно служба острова рогата так понятно тут уже и зайцы рогаты пошло поехал называется ждет когда же хоть что-нибудь произойдет вы замерзли разведите огонь а у вас нет карты какая карта вначале игры какая карта может быть так деревянные спички деревянные бестерочные спички для спичек 89 звездочки и нить грамм 27 килограмм в рюкзаке у меня собственно может переноситься тогда печка да печь для дров дров и дрова и труд труд это с помощью него мы можем разжигать небольшое количество легкого воспламеняющего материала бумаги 6 тканей стружек и ловых иголок и так далее для разведения огня должно чтобы подпалить и ножки потом закинуть дрова карта какая острове великого медведя папа постоянно долетал он рассказывал там раньше было очень красиво сейчас там делать нечего землетрясение все такое типа ты взял да открыть дверь уго самолетик это точно он не он не называется самолет как-то по-другому него можно как-то его смыть до гидросамолет окей что с тобой делать дружище и могу даже мышкой водить я могу пожалуй лучший полет уже позади но для меня ты все так же хороший ну и другого самолета мне все равно нет вот устроить дитя грандиозное последнее приключение ясненько радио и парка маккенди не прибавится что приходилось надевать парку так рано сезон только начался такой же не только что с каждым годом становится еще холоднее так возьми ее не хочет надел наш так он что-то ремонтировал такой что за бланки а древесина здрасте приехали неплохо так весьма и весьма так это выход на улицу похоже похоже плитка дешевая электроника обязательно откажут самый нужный момент травяной чай а пачка чая с приятным запахом если верить этики помогает расслабиться и отдохнуть в покое на самом деле не буду его брать . он не выжил не выжил хорошо не вижу смысла его брать очень полезное есть есть и кисти 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 к лестнице можно подняться не нельзя подняться подняться нам что нельзя так какая-то дверь такой туалет здрасте раковина черт ну конечно трубы снова промерзли газета 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 может пользоваться как тут естественно это ведро да но я вас не я бы в него не стал замену силу но мало ли мало ли что постер воздушная служба острова рогатого зайца полято на материк сутки 0 да и не на материк тоже так ладно задание у нас собственно растопить куда правильно растопить печь поэтому я пошел то собственно сделаю ты быстро бегаешь маккензи потому что все собственно уже смотрел печь для дров рожать огонь сейчас я тут менюшка конечно шанс развести огонь 55 призерное время горения 33 и что за 55 процентов я из-за записи не вижу воспламенитель деревянные спички труд и кедровые дрова а чем это отличается а время горения окей время горения су-75 включилась окей давайте с кедровых дров разошло как я понял тут можно и не развести костер то есть как бы ты не старался он у тебя может не получится просто ну как бы жизненно но сложный момент этот тебе ничем не поможет один час две минуты новая цель осмелить ангар так плюс 6 градусов цельсия как время летит может поспать подождите вы замерзли осмелить ангар у меня уже выполнен как а как так устали прилегте поспать смысле меня нет карты же подбирал пошли ляжем поспать а где кстати кровать то наш . таком-то дни не сходили а окей вот наши спальни собственно что это школы батончик здрасте свежий шоколадная плитка шоколад и орехи давай возьмем любые заберутить выберите еду в круговом меню а вот так ясно все а дверь уже не закрывается понятно так ловец но вешалка и фотографии хорошие болезненькие ну хорошо давайте поспим отдохнем немножко так у нас уже есть показатели времени дня и ночи ночи естественно так я хочу пить кто бы это мог быть ответьте на звонок пошли ответим телефон воздушная служба острова гатва зайца я сказала сидеть дома сказал что в такую погоду дать просто нельзя хоть раз в жизни не будет таким полегче полегче помедленнее море на чем ты она только что заявилась и говорю что ты ее ждешь что полетишь с ней на север я понимаю что тебе нужны деньги но прогноз погоды хорошо вот я понял к нам кто-то пришел о здравствуй привет милл это я тебя вилл за таки что что-то тут делаешь прошло много времени знаешь до годы от тебя не было вести из я его не пришла нибудь что так важно но в смысле заболела но нет я не ну кое-кто да да и мне надо к нему попасть ага по-прежнему доктор и по-прежнему доктор я думал что после почему-то здесь части острова есть одно изолированное сообщество там кто-то очень болен и на велико медведи там уже ничего не осталось той поры как я знаю но мне надо туда попасть спрежнему спасаешь мир но кто же с ним кому-то же надо делать вот именно что это значит макенди милл или собирать ворожье прошлое не нужен пилот который забросит меня в дальние дали дальние дали и не будет задавать еще вопросов кто-то кому я могу доверять погоди к вопросам астре его что-то гляпало не поможешь ли нет вообще модели я рассказал не тихо просто помнишь в чемодане астре без вопроса смотри погода там ужасно и ужасно становится только хуже пришла через столько лет я мог вообще умереть ты могла умереть и ты приходишь и прочь меня рискнуть свою жизнь и где-то над северными пустошами что бы ты со своим загадочным металлическим футбера бы полку это в дикие дали чат эти да смотри потому что пришла и попросила ответит да смотри да ну классно чё хорошо живешь астре ты его не вернешь не в этом дело кого не вернешь я не знаю я знаю как это было тяжело нет ты не знаешь маккензи ты не знаешь не знаешь ничего думаешь я не чувствую того же самого улетим или нет чем больше ждем тем хуже будет времени подожди тем тем хуже будет почему у меня ощущение что ты не о погоде потому что я не говорю ну классно чё не не так неней на счет сумки самолет я проведу осмотр перед полетом значит и полетим и хорошенько пристегнить полет будет не из легких но еще бы не полетели тут столь губу жевать тоже лес все же закажется сегодня кашля кашель бесконечно так два человека приступлива на полет до великого медведя и обратно получается на груз меч на место почти нет значит нужно взять все самое нужное и пойдешь нет если масса вы слишком большая на просто не хватит топлива на дорогу уже серьезно думаешь что еще взять поверьте чего не понял подолго полету на остров великого медведя загрузив самолет вещи астре вы добавите груз не обязательно кей хоть дополнительный груз что тут так парку возьми и берет сухпайок обязательно нужно взять вода энергетические батончики таблетки для очистки воды завтра чемпиона а цены есть режиме ситуации простая но питательная еда аптечка астрид врач так что в этой в этом плане схвачен впрочем медикаменты все равно не помешает сигнальный пистолет сигнальный пистолет штука тяжелая но не хотелось бы оказаться видимо в опасной ситуации так обе вещи астрид вот я раз загадочный чемодан астрид не признает что там внутри значит видимо там что там чего там что-то чего у нее нет не должно быть такая штука переживет любой удар июза кастер астрид едет налегке не знаю куда она собирается но надолго она оставаться там явно не планирует ясно всем так вот он на отсек астрид уже в самолете сидит чё это такое а ты зависла запись вырубиться давай давай так аптечка сколько всего 15 килограмм смысле и тут все по 5 килограмм вешает я не смогу ничего взять допустим вещи астрид это обязательно все возьму свою парку и поедем так если я выгружу сейчас я не могу выгрузить так еще 5 килограмм аптечка сигнальный пистолет и сухпоек ё-моё что же взять либо сигнальный пистолет либо аптечку или либо сухпоек он блин но аптечка хорошо допустим аптечку исключаем будем просто поосторожнее сигнальный пистолет то есть им и можно там отпугнуть или вовсе убить например типа волка какого-нибудь медведя отпугнешь только сухпоеком ты можешь наесться я не знаю будет я не знаю что наверное давайте я возьму сухпоек но я не знаю будут ли там животные может сразу плечу на меня волк какой-то кинется а у меня ни ножа ни пистолета чё сделать то либо сигнальный пистолет хотя я могу сделать факел это будет я могу сделать факел лукасыря по-любому могу разжечь то есть и факел по идее могу сделать тогда всегда ли пистолете на рамках пропадет а если надо будет высадить кого-нибудь типа за мной будет кто-нибудь гнаться или передо мной кто-то вдруг станете по медведь какой-нибудь грудах ты его пальнуть нет сам я даже не знаю что что делать не ладно давайте я наверное возьму сухпоек да давайте и пойду возьму свою парку да вон он там сидит возьмите парку 100 давай берись алё берись а заставка началась да конечно выбор не из легких на самом деле не из легких выбор хочу хорошо летим спокойно без всяких яйки но мы спокойно все еще и выносишь колонки а слышу свое кольцо наше кольцо а да ну я просто снять его зовут они женаты были видеть я свое тоже ношу почему воспоминания все же все завязано на воспоминаниях и думал ты хотел все забыть я думал хотел все забыть не все знаешь надо было найти тебя все хорошо я занималась своими делами и все изменилось офигенный ответ точно потому что выглядит знакомо и все еще работаешь тем исследователем доктор как там его нет я больше не работаю в центре где тогда я на себя работаю считай флоран да кто доктор фрилансер я не критикую твой образ жизни маккензи а ты бы мог сделать что-то еще кроме того чтобы зависать в сармазовском самолете и пить сыра и мы отлично проводили время самолете и он холл на порядке я я знаю ладно я знаю я не хочу вашей прошлое что еще знаешь еще время о нем думаю я знаю то что я сделал мой выбор я сделал это ради нас а выборе думаешь ты ли о ком тебе не надо давай не будем нет важно чтобы ты услышала не нужно это сказать маккензи не сейчас понимаешь а я скажу уилл помощи секунду что-то не так это чё за буря это буря началась это плохо что такое пропало электричество просто исчезло здрасте приехали что происходит нет электричество значит мы бады держись все классная заставка офигенная факелы и ракеты прочный факел и сигнальная ракета могут помочь опасно зверей то есть хорошо что я взял сух паек я уже даже не сожалею на самом деле я вот подумал ну надо было все таки взять сигнал ну надо ну и ладно не взял так не взял в критических ситуациях буду жрать если и выбрать и там будет еда какая то сразу же вы всегда это вещь серьезно ага начальная заставка и понятно все я ход за только и астрид астрид конечно травма серьезно тем более в такое в такой обстановке астрид ну хотя бы не нога перед передвигаться хотя бы могу похоже я пробил вертеровое стекло деревья остановили падение но почти крушение а купе на собственно что ты делаешь с сохранением кросс помощью аптечки так книга книга что за фигня палка газета даже есть какая-то ну газета-то на растопку так древесина есть ветка разломать разломать не буду 10 минут займет времени сдохну и палка какую-то что-то наподбирал так это что такое бумага а это ткань окей повязки можно как найти так и сделать их из ткани нехорошо а понятно все я понял то есть без повязок в случае мне ну тут плюс еще еще плюс плюс еще еще одна ткань неплохо так я уже вижу пещеру тоже хорошо что-то он сказал я не понял даже если честно не не расслышал что он там пробубнил не то чтобы перевести как бы еще одна палка о хорошо тут и древесинка есть господи возьмите что-то у газету почему так сложно почему-то тут сложно так наводить палка ой я замерзаю прикинь это же показатель моей моей температуры тела так еще одна ткань еще две ткани как минимум окей подожди как мне посчитать свои показатели да смотри у меня переохлаждение пусть потеря крови вывих лодыжки растяжение запястья круто почему тут три а тут только два показателя показано я не понимаю так легкая усталость сукость во рту легкий голод ясно не очень хорошо конечно сейчас не очень хорошее положение на самом-то деле так тоже вот все вот эти кедровые дрова из кедровых дров хорошо получается разжигать костер то есть там больше процентов так какой-то даже мех есть у костров можно топить снег готовить еду и греться чтобы не погибнуть от переохлаждения а как разжигать а все совсем да круговое меню прям все удерживать надо офигеть так окей какой-то костер теперь его надо куда-то поставить в смысле почему не ставится что такой алло в смысле а как тебе поставить-то э э э э ага а вот тихо вот так нам да тихо вот так хорошо так и разжечь в принципе давайте так попробуем а 55 это есть о, ес... да, правильно если я возьму кедровые дрова до 95%, впринципе я могу разжечь костер это не 25 не должны 45 даже не 50 55 попробуем но в принципе на получилось окей чувствуя себя не очень надо отдохнуть поспите в пещере серьезно вас минуту 28 минут на костюм будет держать да даже уже 27 3 грауса цельсия допустим кедровые дрова книга палка палок 7 подкинем нужно хотя бы чтобы примерно где-то часа 2 держала час 40 час 44 минуты хорошо давайте поспим давайте допустим поспим сначала наложить а наложить повязку еще надо давайте наложим повязку так левая кисть допустим так все теперь можно спать да на термин потери кроя вылечена а через запястье вылечена вывих лодыжки вылечена хорошо неплохо а ты пришла меня искать значит просто не может потому что ранена или мертва так я хочу пить нужно встретиться на месте крушения выберитесь из ущелья так подожди а для начала я вообще очень фигово отогрелся серьезно так хорошо карту какая-то коробка картонная коробка да картонная коробка давайте разломаем ее с вами а это просто труд это просто труд хорошо ну в любом случае неплохо так ветки тоже разломаем потому что нам нужно с вами нужен какой-то материал чтобы разжигать и потом подбрасывать костер в костер начнется голодуха это плохо потому что пока что еды я не вижу я взял с собой только сух паек а и батончик какой-то схватил так березовая кора судя по всему тоже для растопки не мало что можно сделать о хп начала отниматься так тревесинка идешь ко мне так окей я вижу газету и ткань еще еще на повязки нам собственно хватит искать металлический ящик контейнер деревянные спички газетный рулон и апельсиновая вода сладкий газетный напиток с кукурузной патокой и фруктозой я даже и могу утолить чуть-чуть голода давайте это сделать чтобы восстановить здоровье просто отдохните это все что я успела прочитать так пойдемте собственно сами зажгем костер так там туда тоже можно пройти туда тоже можно пройти так давайте разожжем костер давайте разожжем так разжечь костер это процента дай пробуем один раз получилось или тут как бы не имеет значение то есть один раз получилось из этого же материала разжечь в другой раз опять же из этого материала может не получится разжечь давай давай готова так сразу добавляем топлива кедровые дров давать и кедровых собственно добавим все так одну оставлю и сделал что подгрузился мечт и сделаем ака из чего у меня банка есть пустая ага где вот а ты а я снег могу топить это 50 литров я могу готовить ой фу ну да правильно или 50 миллилитров до 50 литров ничего ну да хорошо допустим хорошо давайте приготовим так а это еще ждать надо ё-моё серьезно это еще ждать надо так стой погоди да погоди ты окей мне проще через круговник не через круговое меня через обычное чего голод восстановил а сух поёк ну где а он на месте крушения ясно то есть нам нужно туда сейчас идти пока я ни слова не проголодался потому что еду тут я не вижу прям вообще так пошли еще подобываем ножка палок немножко палок какой-то древесины потому что нам нужно нам нужно нам надо так ветка разломать кстати вот вместе с вот этим вот разламываем тратится еда ящик в этих ящиках мы можем с вами спорта к древесину поток а книжки есть гости так книгами тоже могу растапливать собственно и все и больше ими ничего делать я думал ничего типа чё-то должно лежать долет или что-то возможно и сохранили сохранили здесь на на и в 5 если что очень удобно я все пошло поехало ё-моё меня штырит смотри что делается и быстрее надо пить голодуха тоже вниз пошла сколько что там все на готовится приготовилась да да полного выпаривания а купить то есть она еще может и выкипить у меня просто отдавать по спим еще до примерно один час примерно еще один час поспим и я так не покажу это время на чуть-чуть восстановилась а почему а потому что у меня голод у меня потому что голод и голод серьезный нужно что-то пожрать срочно так и пустая я еще сделаю воды готовить смысле что у пошло ему приготовить окей вода допустим готовить приготовлю немножечко еще водички а жать и хочу серьезно сейчас уже собственно ночи и не времени не желания мечтать это нету никуда просто она это просто палка хорошо это просто палка чтобы просто мне в костер сейчас подбросить хотя в принципе у меня есть что подбрасывать во всяком случае было и плюс еще костер не разжигал надо подбросить будет сейчас снова лечь спать ничего не такого я почти все кстати обобрал здесь если что ящики тупо просто для костра что были какие-то деревяшки все и но не в них что полезно в них что-то лежит типа 6 минут до 8 еще есть кидровы и дрова у меня одна так как не а по спецки палок нет а есть палки 2 2 2 2 полка я веток прилично наломал давай щас ты короче у меня это расплавление до 2 минут осталось Окей. 15 градусов Цельсия. Отогреваемся нормально. Пожрать что-то надо. Пожрать, потому что иначе всё. Нужно хотя бы добрать до этого места крушения и сразу же пожрать, потому что я пропаду. Ещё до закипания ждать. Здравствуйте, при. Ну, окей. Потому что полю всю древесину. И даже немножко книги спалил. Тебе надо готовиться быстрее. Три часа. Хорошо, поспим подольше. Закипание, мать, ты 12. Если сейчас лягу спать, она просто тупо выкипит. И всё. От неё ничего не останется. 33 градуса Цельсия. Неплохо. У меня же в животе улучшит. Или от вода кипит. Я не разбираю. Твою за ногу. 7 минут. 3 часа 18 минут. Сколько примерно тут минута длится? Секунды 3-4, наверное. Даже чуть меньше, наверное. Секунды, наверное, 2,5. Раз, два, три, четыре, четыре секунды. Ну, 4-4,5 секунды. Или 3-3,5. Вот так вот. 3,5-4, в общем, вот так вот. Закипание 2 минуты. То есть поспим подольше. 2 часа поспим. И там у нас ещё останется, собственно. Так, всё, до закипания. Это я возьму просто с собой. Взять. Так, как оно у меня отобразится? А, вот так просто, да? Так, у меня есть какая-то одежда. Которая, собственно, уже на мне. Всё, давайте 2 часика поспим. Сейчас начнёт отниматься здоровье. Там можно пройти куда-то наверх по стволу. Мать твою. Ну, всё, как здорово. Пошли наверх по стволу дерева. Может, там что-то даже, может быть, слышал каких-то ягодок здесь. Ну, вообще, полюбасовый в лесу должны быть ягоды. Зимой, там, весной, кофе. Так, вон растут какие-то ягоды. Где-то чёртовое место крушения. Мне нужно туда попасть. Наверное, тогда можно вскарабкаться. Ты как-то скарабкаешься-то, офигёшься совсем. Мне нужно как-то тут попасть на то место, что это. Так, это ещё одно, да? Кедровое дыро. Так, пошлите, собственно. А сейчас ещё поедим ягодами, закусим. Что-то я не знаю, можно ли будет сюда вернуться. Скорее всего можно будет. Мы, собственно, сейчас с вами до места крушения дойдём. Возьмём сухпайок. Плоды шиповника. Давай, собирай. Плоды таких розовых кустов. Из него можно приготовить блютолячий чай. В смысле? А жрать его нельзя, что ли? Видите, плодов шиповника и заварите её без боль. В смысле? А так я это не могу... А не могу. Не могу. Надо чай заваривать. Ты не можешь. Так, ну, конечно, в таком состоянии ходить там прям очень плохо. Если же я бы спать, я бы ещё слёг спать, я бы просто тупо. Я бы просто тупо умер. Хорошо, давай хотя бы чай тогда потом заварим. Сколько их правда надо, я не знаю, на чай. Думаю, у меня получится. Конечно, получится. Не дрей, всё будет классно. Не знаю, это рассвет или закат. И просто меня так штырит, что я не понимаю даже. Или что-что-что-то просто ночь. Скорее всего, второй вариант. Так, ещё два кустика. Наконец-то получилось. Где кусты-то? Ну, не знаю, как бы просто насобираю, может быть. Если вернусь. Попробуем, собственно, вернуться. Собственно, путь-то незамысловатый такой. А где место крушения? А, вот оно, я его нашёл. Мне нужно найти свой сухпай. Это сейчас наиважнейшее, собственно, что я должен сделать. А, нет, это место крушения? Окей. Мой самолёт. Не знаю даже, кому сейчас из нас хуже. Бедняга. Это как-то должно было закончиться. Где самолёт-то, конечно? Ещё одна палка. Ищите Астрид! Офигенность уже задания! Так, окей, смотри-ка. Это было у Астрид. Обыскать рюкзак. О, батончик! Хорошо, еда. Варежки и антибиотики. Отлично, прямо. Это очень хорошо. Куртка. Куртка! Я уже обыскался. Как раз мест летело-то, что мы возле и примерить одежду, выберите в круговом меню пункт, а затем идти вкладку с одеждой. Мне проще вот так делать. Что это такое? Я испугался! Просто наушников. Так, а носить? Что за чудесие? Офигеть! Её можно чинить. Так, батончик. Есть. Хоть немножко голодушки подниму. Ну, стало полегче. Так, тот самый чемодан. Кутля Растрид. А тут пароль. Вверх. Закрыт. Что там было... Что бы там ни было внутри, Астрид за него умереть была готова. Надеюсь, ещё не было. Ох, как я-то на это надеюсь. Надеюсь, наидеть следы Астрид. Следы. Как бы знаешь... Так, есть древесина. Древесина... А, окей, хорошо, смотри-ка. Тут куда-то есть подъём. Или мне это кажется. Ещё древесина есть. Так. А мне подъём, смотри-ка. Так, у нас куток одежды. Она здесь проходила. И явно торопилась. Ну, вообще, бегом можно отгрузиться от плохой погоны, скрыться от опасных хищников. Так, ещё мне как бы туда, да? А где мой сухпаюк, типа? Типа, серьёзно, где это всё? Типа, туда? Да ну... Что угодно бы сейчас съел. Так, давай найдём сухпаюк. А где он? Нет, а выживание сейчас хатится в трубу. Просто по одной простой причине. Я хочу жрать. Да он даже прыгать не может. Какое-то нахрен выживание. Он прыгать не может. Это выживание скается в трубу по одной простой причине. Я не могу найти поесть. Нафига ты не брал с собой сухпаюк? Нафига ты вообще тогда с собой что-то брал? Потому что где это всё? Ящик. Ящик. Но это не сухпаюк. Это не сухпаюк. Но это не сухпаюк. Типа я могу спуститься вниз. Что мне это даёт? Вообще ничего не даёт. Где хотя бы хоть что-нибудь. Мне хоть что-то пожевать сейчас надо. Потому что иначе я сейчас умру. Тем более мне становится холодно. Да, это был лёд. Вон там когда я что-то. Когда я разбирал лёд это или не лёд. Где сухпаюк? Где это всё вообще? Чемодан пропал. Если ты его с собой взял. Догадался тоже мне. Взять с собой чемодан, который открыть не может. Да, это выживание скатывается в трубу по одной простой причине. Что я могу найти поесть? Нету этого вообще? Куда оно делось? Здрасте, ещё и переохоряйте. Так, а я там не был. Или я отсюда ли начал ли? Я ещё отсюда пришёл. Да, я отсюда пришёл. Где хоть что-то? Дайте мне хоть что-то поесть. Я хочу есть. Скоро захочу. Сейчас я просто замерзаю. Что это такое? Вот он, сухпаюк. Энергетический батончик. Бутылка воды. Вот это всё. Энергетический батончик. Энергетический батончик. Бутылка воды. Всё, пошлите обратно. Правда, не знаю, как я сейчас в таком состоянии буду хоть что-то делать. Может, сначала нужно было мне пожрать. Думаю, хотя бы сейчас с одного уступа там и с вами сиганём. И тут уже нельзя это делать. Да, это можно ещё. Фу, слава. Это что это за... Я боюсь, что это не... Это медведь? Это медведь? Так, мне нужно поесть. Нужно поесть. Нужно поесть. А вот это вот и есть. Энергетический батончик. Чтобы хоть какое-то хэпэ хотя бы исправить. Потому что иначе я сейчас помру. Ой, куда ты полетел? Куда ты полетел? Я умер при тяжёлых закрытых травмах после падения. Хорошо, давайте, собственно, вот с этого сохранения начну. Быстренько возьму сейчас сух паёк. И мы пойдём обратно туда. Разожжём костёр, отогреемся, поедим. Нормально, восполним себе голод. И как-то будем пытаться проходить туда дальше. Я, правда, не знаю, как я буду дальше искать пищу. Так, окей, допустим. Хорошо. Проверяем инвентарь, чтобы мне сейчас зря просто не ходить. Так, у меня нет ничего. То есть, я примерно запомню, где находится сух пай. Находится где-то вот там. Вот он, да. Вот он. Пока что у меня всё полное. Я хотя бы что-то могу делать. То есть, у меня нет никакого переохлаждения. У меня нет ничего. Сейчас просто хорошенько всё это заберу. Всё. И по-быльненькому отсюда вас свалю. Куда ты пошёл? Не в ту сторону пошёл. Если мы столько еди. Сейчас поедим. Прибежим туда и сразу же, во-первых, я разожгу сначала костёр. Потом сразу же поем. Может, даже не сразу. Хотя нет. Сразу то, чтобы у меня потом, чтобы я проснулся, у меня хп нормальные были. Потом, да. Потом посплю. И потом я постараюсь выдвинуться утром. Просто тупо взять и выдвинуться именно утром. Сейчас поспим. У меня вот сейчас... Там были какие-то звуки. Я поставил, чтобы сейчас я на медведя не нарвался. Потому что иначе это будет очень плохо. Иначе это будет прям максимально плохо. Тем более, я даже банк из-под воды не взял. Чтобы себе воду готовить элементарно. Во-вторых, да. Во-вторых, я приготовлю себе ещё немного воды. У меня, в принципе, есть вода. Мне показалось, правда. У меня, в принципе, есть вода. Она, у меня, в принципе, есть в инвентаре. Да. Чуть-то такое сейчас было. Но я надолго, к сожалению, не хватит. Моему глубочайшему, к сожалению. Так, быстренько, быстренько, быстренько прибегаем. Вот, естественно, банка. Вот она. Так, костёр разжигаем. Давай попробуем. В принципе, должно получиться, мне кажется. Не получится. И у меня есть кедровые дрова. Из них больше вероятно, что у тебя получится костёр. Не получился, прикинь. А может, ещё попробовать? У меня всё равно это не тратится. Просто тупо ещё раз попробуем. Если нет, ну ладно. Давай, давай. Вот, другое дело. Так, сразу же добавляю топливо. А палка? Сколько у меня палок? 23. Побольше, побольше. Я прям даже все, наверное, изведу. Всё. На 3 часа 43 минуты. По-быстренькому сейчас. Я поем, во-первых, я поем. Я поем. Я съем всего лишь один батончик. У меня их 4, я думаю, у меня их 3. Съем всего лишь один. Чтобы мне этого хватило. И лягу спать. И лягу спать на 2 часа. Немножко посплю. Плюс восстановлю себе ещё немножечко хп. Ну как? Вот, другое дело. Другое дело. Всё, я банку забираю. Да, забираю. И всё. И теперь только при таком только раскладе воды бы ещё сделать. Ну, я знаю, где-нибудь там остановимся, наверное, потом. Только теперь при таком только раскладе я ухожу. Потом, опять же, если что, вдруг... Погоди, у меня одета культка. Отлично. Если что, вдруг. Я сюда снова вернусь. Я не знаю, там будут в дальнейшем какие-нибудь там пещеры. Ну, или что-то по типу такого. Я, собственно, в них остановлюсь. Развезу, 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 разведу... Блин, у меня воды... Ну, у меня, в принципе, есть ещё на первое время вода. На один раз у меня вода есть точно. То есть я уже не пожалел, что взял с собой стук поё... А чё мне вообще по задачам-то? А, есть следы астрид, допустим. Надо это всё делать как можно быстрее, чтобы у меня максимально показатели не понизились. Как можно... Как можно это возможно. Так, то есть нам не нужно бегать. Нам не нужно бегать, и... Всё это будет понижаться меньше. То есть бегать я не буду. Бегать я не буду. Только при чертовски... Неприятных случаях. Только тогда я буду бегать. А, видите, я бегаю, и у меня повышается сразу всё. Ну, как бы то, что температура тела падает, это как бы понятно. Так, следы астрид. Так, а рюкзак-то пустой? Скоро закончится есть. У меня ещё есть! Чё, типа, есть? Так захочешь, так и поедим. Да, вот следы астрид. Так, она здесь проходила, явно торопилась. Побежали туда, потому что нам сейчас нужно только туда. Удыхаем. Так, какой-то... Там, там, там кто-то бегает. Там кто-то бегает. Я вижу это. Там кто-то бегает. А, это кролики. Это кролики. Сейчас мы будем в них бросаться камнями, потом мы скручиваем голову. Я вспомнил. Потому что я видел эти моменты. Видите, вы маленькие камни, чтобы бросать в кроликов и оглушать их. Так, давайте я сейчас не сильно буду долго с этим... Это делать, потому что иначе, иначе я на это потрачу слишком много времени. Так, как целиться-то? Примерно вот в промежутке пальцев, да? Нет! Здесь все обосрались опять, эти кролики. Да как так-то тогда? А как? Может, нафиг они мне не нужны, эти кролики? Блин, хотя еда никогда, собственно, не бывает ненужной. Тем более такая. Может, тогда на контроле пробовать сейчас это сделать? Мать твою! Все, буду за ним бежать. Как говорится, не гонись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Тут эта пословица работает буквально. Только тут не зайца, а кролики. Надо как можно максимально ближе подойти. Ха! Ну! И показалось, что он убежал в текстуру. Или по пальцу ориентироваться. Да как тогда? А как в него тогда попадать-то? Я не понимаю. А как в него тогда попадать-то? Ну, сейчас это было вообще невозможно, потому что я в дерево попал. Вот дебилизма. Охотится на кроликов, бросая в них камнями. Воно началось. У меня началось переохлаждение, я замерзаю. Где кролик-то? А где? Куда? Куда он делся-то? А короче, чёрт с вами плевать, я на вас хотел. Я пошёл дальше, мне уже сейчас будет отогреться. Ну, ладно, чёрт, как говорится, чёрт не шутит. Фу. Попробуем, попробуем. Неужели? Как? Тимофеевка? Это же обычный ковыль. Но съедобно его можно есть. Блин, вот я слишком к нему долго подходил, это было моей ошибкой. Это в принципе не обязательно, я могу сейчас этого не делать. Всё, у меня, короче, всё, у меня началось уже, я не знаю что. У меня переохлаждение, нужно куда-то идти, нужно что-то делать. Но впереди ещё есть кролики. Вот я очень долго, просто, я, просто к нему очень долго, вон ещё какой-то кролик, в костёр. Здесь не надо, кто-то был, может, это было острое. Может, сейчас разжигём тогда костёр. Давайте попробуем. 95% нормальное, это больше, чем 55. Попробуем разжигающий костёр. Нормально погреться, но пойдём ещё попробуем поохотиться на этих долбаных кроликов. Почему он убежал тогда? Как так-то? 75% Как так? Объясни мне, почему? Давай. Сработало. Пошли, вон я как-то вроде его выследил. Будем к нему аккуратненько так подходить. Котор он свалил, в смысле, а где он? А, вон. Мясо, вот, мясо нужно, потому что в мясе есть белок. Прикинь, чё, знаю. Я его могу, в принципе, сейчас собрать Тимофеевку. Ну, соберу камень. Как даём во второй раз? Второй раз! Второй раз! Второй раз! Попал. И промазал опять. Всё! Я не могу уже! Я не могу! Я намучился с ними порядком. Я уже подыхаю. Я не могу уже ничего сделать. Всё, всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайки, подписывайся на новый ролик по другим видео, любимым играм. И всем удачи и всем пока-пока!